Древнегреческий ботаник Теофраст, как предполагают, назвал пальму финиковой, то есть пурпурной, потому что ее спелые плоды имеют пурпурный оттенок. На сегодняшний день более 200 разновидностей этого деливительного фрукта. Изначально финики произрастали на территории Ближнего Востока и Северной Африки, где они выступали альтернативной хлебу, Израилем, Алжиром, Египтом, Ираном, Тунисом и с недавних пор в Саудовской Аравии экспортируются плоды финиковой пальмы в другие страны. Питательная ценность финика удивительная. В них есть витамины А, Е, витамины группы В, кальций, магний, калий, фосфор, цинк, марганец, селен, железо и незаменимые аминокислоты, у которых нет других фруктов. В финиках высокое содержание клетчатки, которые необходимы для здоровья желудка и кишечника. Кроме того, клетчатка в финиках полезна для контроля уровня сахара в крови. Он замедляет пищеварение и может помочь предотвратить слишком высокий уровень сахара в крови после еды. А также, если вы сделаете отвар из косточек фиников, это будет очень хорошее мочегонное средство, которое выведет лишнюю жидкость из организма. У мужчин финик улучшает работу репродуктивной системы еще в древности. На Востоке финики называли ягодами жизни, а у арабов существовала легенда о финиковой пальме, символизирующей дерево жизни, воды которого способны насытить, осладить, избавить от дырных мыслей, вылечить от множества болезней. А вы знали это?